ЗВОНОК В ДВЕРЬ Наконец-то мы дождались новых трамвайчиков. Первым пассажирам, пожалуйста, подарки. Ой, спасибо. Каждому зашедшему в салон пакет с подарками. В нем мозаика, календарик и шоколадка. Десять новеньких львят пришли в Краснодарск еще в прошлом месяце. Все это время машины проходили обкатку. Водители колесили по правобережью по ночам, привыкая к новой технике. Они, как и пассажиры, от современных трамваев в восторге. Говорят, теперь все под рукой. Знак поворотов, сигнал. Также открывание-закрывание дверей, фары. Все, что нужно, все под рукой. А раньше как? Тянуться куда-то нужно? Да, раньше было на панели. Не то, что прям тянуться. Ну, постоянно руки свисали под окном, как бы висели. И, соответственно, из-за этого уставала у многих водителей спина, чего часто болели. Сами вагоны собирали в Санкт-Петербурге. Там же в городе Наневе есть трамвай побольше. Лев. Наша модель меньше, поэтому и львенок. А вот начинку, весь внутренний интерьер делали красноярские мастера. Только посмотрите, насколько здесь просторно, какой вид открывается с задней площадки. Просто все как на ладони. Места здесь, в этом новом львенке, вдвое больше. Здесь удобная система поручней. Они сделаны так, что за них удобно держаться, вот в какой бы части салона ты не находился. Ну, как я уже сказала, что здесь вдвое больше сидений. И вот главная изюминка этих сидений – здесь не видно крепление. Сейчас поближе вам покажу. И вот крепление не видать, и за счет этого кажется, что сидения как будто парят в воздухе. В салоне, кажется, все продумано до мелочей. Здесь и терминалы для бесконтактной оплаты, есть где зарядить телефон. Сам транспорт низкопольный, мамам с колясками больше не мешают ступеньки. Для сравнения, этот трамвай ездит по Красноярску с 80-х. На его фоне новенький львенок – машина будущего. Этим проектом не должно заканчиваться. Мы должны и пути, конечно, приводить в соответствие. Есть там над чем работать, еще там вагоны и тележка вопросов. Но мы должны идти дальше. Трамвайное направление в городе должно быть, ну, вот априори. Мы должны просто, не знаю, сдохнуть, но сделать. Еще 15 свеженьких львят выйдут на линию до конца года. В планах городской администрации пустить таких же красавцев и по левому берегу. Но пока это только планы. Екатерина Любим, Максим Галат, Енисей. Новости.